ну что ж всем привет если вы смотрите это видео это значит только одно что я наконец его сняла смонтировала и выставила сегодня у нас будет видео про мой макияж ежедневный повседневный скажу честно я в целом хожу в основном без макияжа моя косметичка не особо богата наполнением я больше люблю классный уход это в чем я реально разбираюсь со своей кожей я прошла очень многое поэтому не есть что вам рассказать но сейчас не об этом сегодня мы все-таки поговорим про макияж покажу сразу я не люблю плотный макияж с эффектом маски макияж без макияжа мне больше нравится вот такой формат я люблю здоровую сияющую кожу первым делом мы соберем наш волос чтобы он не мешал я уже предварительно умылась и далее мы тонизируем нашу кожу вот таким лосьоном от овен он двухфазный поэтому мы его хорошенечко спряхиваем я никогда не растираю кожу я всегда это делаю аккуратными похлопывающими движениями потому что кожа у меня чувствительная с ней у меня очень бережное отношение ждем пока это все у нас кожу перед тем как вы хотите нанести хоть какой-то макияж нужно подготовить нужно увлажнить хорошо даже если у вас жирная кожа и и все равно нужно увлажнять всегда рекомендую подождать пока ваши продукты окончательно впитаются и только потом носить тональные скульпторы и так далее потому что иначе вы можете получить скатывающий эффект всех продуктов после тонизации я наношу крем увлажняющий крем от церва я прям и я прям как бьюти блогер я нифига не бьюти блогер мне нравится тем что он гипоаллергенный он не комедогенный подходит и для деток и для всех и он достаточно плотный но он очень быстро впитывается не оставляет ничего на вашей коже никакого липкого слоя и не скатывается подходит в качестве базы под макияж так базу под макияж я не использую вообще никогда не люблю многослойность на своем и не на чьем лице я очень люблю на этапе крема делать вот такие похлопывающие движения как самомассаж не знаю что это дает но само внушение у меня работает отлично мне кажется что это что-то задает ждем еще две минуты когда крем впитается и будем приходить к нанесению биби сиси тональных кремов и так далее сейчас в моем арсенале тональных кремов есть вот такие продукты это биби миша в оттенке 21 он с spf это мне уже очень нравится дальше тональные основы от шоссей да очень классные достаточно легкие если их не наслаивать тоже они с spf и мне очень нравится есть еще тональная основа от estee lauder я и вообще почти не пользуюсь так как очень сильное перекрытие плотная я могу капельку добавить биби крем даже если вы поплаваете в бассейне этот тональный крем вас не покинет правда можете смело наносить но я такие покрытия не очень люблю особенно сейчас летом я люблю биби либо сиси крема поэтому я использую сейчас биби крем ниша то хочу сказать биби крема особенно корейские и вот этот миша он имеет такой серый потом наношу я его кисточкой от менли про номер 106 мне очень нравится она очень плотно набитая и классную ваш продукт распределяет по вашему лицу очень легкое перекрытие но тем не менее маскирует все что мне нужно если вам где-то недостаточно перекрытия вы без проблем можете наслоить продукт обязательно ушки еще один такой важный момент что если даже ваша тональная основа вам подходит идеально на все 100 процентов всегда прорабатываете вот эту зону вот эту все кремовые продукты целом можно наносить на вашу шею я не боюсь заходить на губах потому что я буду их оформлять рядом я беру консилер он у меня новый я еще ни разу им не пользовалась но по отзывам очень хороший от catrice и наношу его вот так вот сюда под глазки именно вот в таком направлении чтобы немножко вытянуть наш взгляд точно распределяю и в конце я беру мокрый спонж у меня от шик и аккуратно прорабатываю обязательно чтобы он был влажный сухим мы спонж не используем немного с вами перенесу камеру потому что тень падает очень правильно дальше я перехожу к оформлению бровей с ними у меня разговор максимально короткий я вообще с ничего не делаю не крашу не хожу на коррекцию ничего не делаю я просто их укладываю естественно это гель от пуси уже нашумевший мне кажется все им пользуются очень классный продукт я заказала уже в большом объеме ему идет вот такая кисточка очень удобно сначала просто расчесываю свои брови набираю немножко продукт как бы укладываю их вниз и дальше я опять их учёсую на верх еще раз прочесываю тоненькой кисточкой тогда получается прям эффект ламинирования классный ну как бы сравните да разница есть вообще обычно я вхожу уже вот так честно говоря давайте раз сегодня мы записываем видео я покажу продукты которым я начала пользоваться не так давно жидкий контуринг румяна в оттенке 01 и что это вообще что это контуринг продукт для контуринга в оттенке 02 я не знаю как он называется я знаю что многие эти продукты сразу наносят вот сюда но я всегда наношу на вот эту часть это я смотрела у визажиста на съемки наношу продукт вот сюда и растираю его прям вот не боимся ношу вот сюда вот губу немножечко и сверху дальше мы все это с вами растушевали я беру спонж растушевываю его не сверху вниз а снизу вверх как бы вытягивая продукт я люблю когда на лице знаете такая еле видная тень падает и все по губам я прохожусь прям не жалею у меня лоб небольшой но я его почти не культурирую вообще не захожу только по бокам как бы его немножко уменьшаю нравится вытягивать делать как бы кошачий глаз работаю еще вот эту часть чтобы раз не было вот такой просто полоски то есть я ухожу вот отсюда и ухожу вот сюда также чё-ка бабушка далее я беру из своего набора округленного такую кисточку для того чтобы чуть-чуть проработать носик захожу немножко вот сюда просто добавляю легкую тень вообще еле заметно этой же кисточкой я наношу вот сюда продукт то есть на выпуклую часть я их просто немножко выделяю на самом деле и дыра лишние остатки дальше мы переходим к жидким румянам я делаю то же самое я улыбаюсь и наношу вот сюда на яблочке и сверху где мы делали наш контуринг влажным спонжем выбираем сторону которая у вас почище и также него такими притаптывающими движениями наносим я там люблю когда румян много много не бывает зайти чуть-чуть на носик все когда мы сделали кремовую коррекцию приходим с их им продуктами это бронзер и румяна вот vision формула очень мне нравится этот бронзер он с таким очень легким покрытием легким сечением у вас когда вы его наносите кожа как будто прям вот загорела вы только приехали с моря сначала я на нашу румяна очень легкой кисточкой я набираю прям продукт не жалею у меня румяна с легким шиммером поэтому лайтер не используем этой же кисточкой я прохожусь вот бронзер уже у них пигментированный кстати когда вы покупаете только новый продукт будьте аккуратны прям стряхиваете потому что пока он еще не затерся он очень сильно пигментировал люблю глазки и у вас сразу кожа знаете такая как эффект эффект загара так ну что теперь я могу сказать что с тоном мы поработали все отлично никогда не фиксирую я не наношу там пудру бейкинг и еще что то потому что мне так нравится мне кажется так смотрится много естественнее если бы меня спросили какой продукт единственный который я бы взяла с собой из всей моей косметички я бы сказала что это румяна кремовые либо сухие неважно переходим к губам губы я очень люблю выделять просто обожаю у меня есть фавориты среди карандашей про них я сделаю наверное отдельное видео на youtube а пока давайте я вам покажу свои два прям любимчика от не стоит в оттенке семьсот восемьдесят семь и в оттенке семьсот восемьдесят также у них еще очень классный оттенок 776 у меня очень часто спрашивают что у меня на губах вот это они очень стойкие то есть у меня есть и от nix и от vivienne sabo и от mac в общем у меня есть разные карандаши но от nix он вообще у меня не держится то есть по сравнению с этими которые стоят по 200 рублей они не сравнятся правда давайте выберем может быть оттенок потемнее сегодня важно чтобы карандаш был наточен и сумму контур немножко выходя за края нашу куб когда проводим вот отсюда линию мы проводим ее прям вот вот так то есть не заворачиваем концу никуда то есть прям ровненько идем остренько вы видите разницу я считаю есть разница я немножко прорабатываю еще галочку отдельно как вообще снимаете это очень удобно обязательно затемняю уголки я беру кисточку у меня от бобби браун и тушу и согласитесь уже красотачки после карандаша и заполняем помадой топ-фейс в оттенке 001 кашмир я не люблю когда губы матовые я не люблю когда матовое лицо матовый финиш от анальных кремов я не люблю когда матовые губы особенно если они не в очень хорошем состоянии немного пресканы я люблю помады с сатиновым финиш выполняю серединку более светлым оттенком получается идеальная комбо там вот это для меня уже макияж макияж то есть прям мне уже даже много честно говоря потому что в обычной жизни я вообще не нашу столько продуктов я делаю биби либо сиси укладывать чуть бровки и губы все больше никаких я продуктов на свое лицо не наношу но давайте сегодня мы закончим макияж тушью от манифест просто ее хвалят вообще все мои подруги блогеры и так далее хотя отзывы у них на валдерес не очень я ее еще не пробовала сейчас накрашу один глаз посмотрим ой ну мне нравится уже с первых не синий конечно силиконовая кисточка очень удобно прям прокрашивает классно ресницы я не знаю почему у нее какие-то странные отзывы были на вб нет мне очень нравится эта тушь это прям прям я бы сказал одна из лучших тушек которые я пробовала за свои все 25 лет вот такой макияж у меня получился а теперь давайте с вами прощаться я пошла заниматься своими домашними делами увидимся с вами совсем скоро спасибо большое кто посмотрел это видео подписывайтесь на мой инстаграм и всем пока до следующего видео а